Приветствую вас, давайте попробуем исходить из тех фактов, которые вы предоставили. Мужчина все время общался с вами исключительно в такой, знаете, формальной обстановке, да, то есть пока вас с ним что-то связывает, там, случайные встречи, работа, ваше обучение, он за вами ухаживает. Как только это прекратилось, да, то есть ситуация перестала быть формальной, и нужно было переходить из формальной, в неформальную обстановку, он тут же терялся и возникали проблемы у него. И здесь я могу вам сказать только то, что причин у такого поведения может быть очень много. Начиная от элементарной нерешительности, заканчивая страхом неудачи, и даже, может быть, таким немножечко специфическим представлением о том, как нужно или как можно проводить свое свободное время. И какое специфическое представление о том, как получить женское внимание. Знаете, неуверенность в себе – это не просто сомнение в том, что он может быть готовим мужчиной, хорошим мужчиной, правильным мужчиной для вас. Неверенность в себе – это лично большее, это неприятие за себя, это неприятие в себе каких-то качеств, черт, сторон. И из-за этого мужчины считают, что с ним вы, например, будете счастливы только тогда, только до тех пор, пока вы находитесь в такой вот формальной обстановке. И если вдруг вы придете в другую обстановку, то это автоматически сделает вас несчастным, или на него наложат такие обязательства, которые он боится не оправдать, не выдержать, и тем самым будет устрадать. То есть причин действительно такого поведения может быть очень много, и гадать о том, почему он так поступает, можно очень долго. Я думаю, что никакого смысла в этом нет. Давайте мы с вами скажем так, что если он, в принципе, ведет себя хорошо, то, каких-то неприличных предложений по отношению к вам не допускает, а ухаживает, в общем-то, тратит немаленькие средства, как вы говорите. Говорите, значит, как минимум, некая симпатия к вам у него есть. И это означает, что вполне вам больно, мужчина просто боится, что он вам не понравится, что вы не хотите с ним общаться. И вам первый раз, один раз, конечно, здесь зависит от того, чего вы хотите, я поясню, что именно это значит чуть позже, вам можно один раз проявить инициативу, то есть показать ему, что вы готовы пообщаться в неформальной обстановке. При этом вас это даже не будет компрометировать как женщину. Вы просто по-человечески, чисто по-человечески поинтересуетесь, как у него дела, какие у него успехи, и тем самым довяжется разговор. В любом случае, если мужчина этого ожидает, или если он хочет с вами общаться и взаимодействовать более тесно, он сразу с этого разговора воспримет, будет его поддерживать, может быть, даже будет вам сам писать, или там даже предложит встретиться. То есть такой вариант является вполне себе вероятным. Почему я сказал, в зависимости от того, чего вы хотите? Дело в том, что ведь для каждой женщины есть свой тип мужчины, который ее устраивает. И если вам прикидет сама мысль, сама идея о том, что вы будете проявлять инициативу к мужчине, если вы, например, такого мужчину уважать не будете, по вашему мнению, или что-то в этом роде, то тогда, конечно же, делать этого не стоит. Также обязательно нужно заметить, что после проявления инициативы, мужчина, может быть, и не проявит к вам обратную инициативу. Он не будет этого делать, и вы будете вынуждены либо проявлять инициативу вновь, либо оставлять все как есть и не пытаться больше отношения наладить. Что вы выберете, решать, безусловно, только вам. Что вы выберете, вам только, как бы, определять. Но однозначно стоит сказать, что ваш выбор лучше всего останавливать на том, где вы чувствуете себя наиболее естественно. То есть, если вы не хотите проявлять инициативу, считаете это уничтожением, считаете это наступанием на свою гордость, на свое самомнение, на свою женскую сущность, то не стоит. Но один раз дать мужчине понять, что вы готовы к несормальному общению, я думаю, можно вполне. А дальше уже смотрите по ситуации. Если мужчина хочет с вами общаться, он будет это делать. Если не хочет, он этого делать не будет. Если вы видите, что он в принципе хочет, но все равно не решается, значит это не решительный человек, не решительный мужчина. И так или иначе, с ним вам придется занимать такую вот главенствующую, ведущую, можно сказать, мужскую роль в отношениях, которая также подходит далеко не всем женщинам. И есть случаи, когда женщина, занимая такую позицию, потом оказывается глубоко несчастной, что и собственно превращает в отношения отношения в один сплошной ад. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.